Ежемесячное оперативное совещание началось с уступительного слова главы муниципалитета Валерия Венцеля. Коснувшись темы образования, он отметил, что к началу учебного года распахнули свои двери новые образовательные учреждения. Мы открыли третий корпус детского сада «Колопорт» на 200 мест в микрорайоне Купеленко. И второй корпус самой большой школы нашего муниципалитета, Будовской школы номер один, в Боброво на 1375 мест. До конца этого года откроем еще два детских сада и две школы. Продолжается благоустройство общественных зон и придомовых территорий, ремонт дорог и тротуаров. Были завершены работы по благоустройству 14 дворов из 15. Продолжается реконструкция территории вокруг кинотеатра «Искра». Завершается работа по созданию скейт-парка и пантрека. Первая зона возле вечного огня и храма должна появиться уже в дню района. До дня района также необходимо завершить все работы по благоустройству тротуаров на улице Советской и Советском проезде. Благоустройство центральной части города планируется завершить к концу октября. В своем докладе первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков отметил успехи в социальной сфере. В минувшем месяце открылся дополнительный офис МФЦ в Купеленке, а в лечебное учреждение муниципалитета удалось привлечь недостающий медперсонал. В августе в муниципалитете был отмечен рост числа возгораний мусора, в связи с чем были приняты оперативные меры. Основной причиной возгорания мусора является несовременный его вывоз. По итогам работ за август территориальным отделом ГТО возбуждено 6 административных дел за несоблюдение графика вывоза твердых коммунальных отходов в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории района. Продолжаются работы по возведению КНС в микрорайоне Купеленка, где на данный момент начинается монтаж оборудования. Полностью завершены строительные работы на КНС и завершаются прокладки энергосети, которые проводят наше городское хозяйство. По КНС завидное мы находимся в стадии подготовки проекта строительства КНС. Завершены работы по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям. Готовится от выбора трассы под надморные коллектора. Глава муниципалитета поручил взять под особый контроль строительство выезда из шестого микрорайона и ликвидировать отставание от графика. Он также поблагодарил за слаженную работу и экстренные службы, которые помогли своим коллегам в Домодедовском городском округе справиться с возгоранием свалки в ночь на 9 сентября и получил мониторить экологическую ситуацию в муниципалитете. Завершилось мероприятие вручением юбилейных медалей особо отличившимся сотрудникам администрации, муниципальных управлений и служб. Екатерина Борисова, Александр Логин, Ольга Садовская. Видно этого.